Я пока представлюсь. Меня зовут Елена. Я буду говорить из центра событий, так скажем, из самого Калининграда. И расскажу вам про все наши фишечки и особенности нашего региона, такого необычного. И если у вас будут возникать какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, сразу же в чате. Я буду оперативно отслеживать, стараться оперативно на них отвечать. Со связью, надеюсь, у нас будет все сегодня очень хорошо. Я смогу вам все и показывать, и рассказывать, будете меня видеть и слышать. И сразу я вас предупрежу, чтобы вы слушали меня еще внимательнее. У нас в самом конце вебинара будет небольшая викторина. Я задам один вопросик, и тот, кто первым ответит, получит от Туи приятные подарочки. Поэтому я думаю, что сильно каверзных вопросов у нас не будет. Но вы слышите и запоминайте, и уточняйте, если что-то будет в процессе возникать. Всем еще раз доброе утро. У кого-то добрый день уже, да, у нас страна большая, поэтому везде разное время. Я буду переключаться на презентацию. И начну вам рассказывать, что же нужно знать вообще про Калининград. Как вы знаете, Калининградская область – это самый западный регион Российской Федерации. Когда встал, тогда и утром. Все правильно, Италия. Особенно сейчас это актуально. Все встают, когда захотят. Калининградская область – это самый западный регион Российской Федерации. И мы отделены от территории России границами. К нам напрямую попасть нельзя, если только по воде на пароме из Петербурга. Так мы граничим по суше с Литвой и с Польшей. И это некоторые сложности, некоторые особенности по дороге к нам накладывает, которые, тем не менее, очень легко можно преодолеть. Сейчас я вам рассказывать буду, как. Ну, краткая информация о регионе. Расстояние до Москвы у нас 1300 километров, до Санкт-Петербурга – 1100 километров. Для сравнения, для границы с Литвой или с Польшей, у нас с Польшей 40 километров, с Литвой 70. Про тяжелую длину с границ, я прошу прощения. Польша, Литва с нами граничит. До ближайших европейских столиц нам гораздо парома из Петербурга. Рядышком с Петербургом там останавливается он ходит. Но, насколько я знаю, сейчас он только на грузовое сообщение работает. То есть, не пассажирские перевозки. Звука нету? Меня все не слышат? Так, если... Анна пишет, что звук пропал. Есть. Есть звук. Отлично. Хорошо. Все. Отлично, да. Ну, лучше лишний раз спросить, а то кажется, что я тут просто рот открываю, и никто не слышит. Доброе утро, Ирина. По поводу парома ответила, да. Так, будем говорить дальше. Как можно до нас добраться? У нас есть несколько способов сообщения. Ну, во всяком случае, было несколько способов сообщения до того, как у нас звук прерывается. Если будут проблемы со звуком или пропадает изображение, вы мне напишите, я отключу видео, чтобы у нас все силы на звук бросились, чтобы... Ну, вот Лариса пишет, все окей. Отлично. Все. Все, отлично. Все меня остальные слышат. Замечательно. У нас есть несколько способов сообщения для обычных людей, для туристов с Калининградской области. Во всяком случае, было до того, как у нас все коронавирусные ограничения стали действовать. Это авиасообщение, самый простой способ. Это ПТЖД-сообщение, и к нам можно приехать еще на автомобиле легковом. Поговорим про то, как к нам попасть самолетом. Чтобы попасть к нам самолетом, совершенно никакие особенные документы не нужны. Вы путешествуете так же, как путешествуете по России, с обычным гражданским паспортом. Здесь, на слайде, вы видите табличку, актуальную на момент до введения в действие коронавирусных ограничений. Еще раз повторюсь, потому что сейчас большое количество рейсов отменили, сократили. Соответственно, как будет выглядеть картина после того, как возобновится сообщение, точно пока никто сказать не может. До того, как нас это событие посетило, выглядела картина вот так. У нас ежедневно с Москвой 20-25 рейсов осуществлялось. Я думаю, что все точно так же и будет. Немножко надо подождать. С Петербургом 7-10 рейсов. Это значит, что можно выбрать абсолютно любое удобное время прилета, подстроиться под любой тур, под любые пожелания туриста, хоть утром, хоть днем, хоть ночью прилетать-улетать, потому что рейсы в ассортименте, соответственно, из любого московского аэропорта. Осуществлялись также рейсы с Ростовом на Дону, с Белгородом, Краснодаром, Череповцом. Это прямое авиасообщение. Пермь, Екатеринбург и из заграничных направлений Рига, Ташкент, Минск, Варшава. Вот вы видите в табличке, насколько часто рейсы совершались. Где-то раз в неделю, где-то ежедневно у нас самолеты летали. Чтобы к нам прилететь, как я уже говорила, нам, обычному человеку, нужен просто обычный российский паспорт. И если дети путешествуют без родителей, то разрешение от родителей, но это актуально не только для перелета к нам, вообще в целом, для перелета к любых. Дальше более сложная история, но она многих пугает, но тем не менее, я думаю, что проблем на самом деле не составляет. Это проезд к нам по ЖД, поездам. Сейчас у нас этот способ передвижения временно прикрыт. На поезде могут приехать только люди, которые прописку имеют калининградскую. Это связано с тем, что мы по территории Евросоюза проезжаем. Они вводят некоторые ограничения в связи с распространением вируса. У нас в стране тоже они действуют. Но как только эпидемия закончится, все возобновится, и приехать к нам любой желающий сможет по железной дороге. Единственное требование для этого – это наличие заграничного паспорта. Виза при этом не нужна. Упрощенный транзитный документ, УПЖД так называемый, оформляется непосредственно в поезде. Единственное требование, что билет нужно покупать лично в кассе вокзала, лично либо официальным представителям по доверенности, если это дети, то их родители покупают, соответственно, билеты, не менее чем за двое суток до даты поездки. Потому что документы, ваш билет, ваши данные направляются в Литовское консульство по территории Литвы, мы к нам едем по территории Белоруссии, Литвы проезжает поезд, когда едет в Калининград. И, соответственно, нужно, чтобы из кассы туда был отправлен запрос на разрешение на проезд. Но вы это увидите только в том формате, что в поезде будет консуль, он придет к вам, вы заполните анкетку и получите на руки ПЖД, который будет действовать на проезд к нам и на проезд обратно от нас. Вот, в общем, все сложности. Сейчас у нас действуют, ну, действуют 4 поезда на 3 направления. 2 московских поезда ходят, 1 поезд до Петербурга и 1 поезд до Адлера. Поезд из Москвы идет к нам 20-22 часа, в зависимости от того, какой поезд вы выбираете. Из Петербурга 27 часов. Еще буквально чуть больше года назад, в январе прошлого года, поезд к нам шел... Так, сейчас отвечу на вопрос, сейчас договорю и отвечу на вопросы. Поезд к нам шел меньше, он шел к нам 24 часа. Сейчас время пути из Петербурга увеличено, но добавил, блин, один город, через который поезд проходит. Он проходит через Великий Новгород, соответственно, это еще один город с прямым сообщением с нами. Когда ребенок с одним из родителей едет на поезде, от второго родителя разрешение брать не нужно. Если он едет без родителей, то нужна доверенность, нотариально оформленная. Минимально дней до выезда должно быть двое суток. Двое суток для покупки ЖД-билетом. Тогда документы успевают прийти в консульство, запрос консульства и получаете ответ. На вокзал идти не обязательно, покупали ЖД в интернете. Да, я знаю, что сейчас эти тестируются, стали вводить все-таки покупку в Калининград билетов через интернет, и некоторые сервисы эту услугу предоставляют. Буквально еще год назад нам говорили, что точно только при личном присутствии. Сейчас можете, если пропускает в интернете такую систему бронирования, можете пробовать делать так. Документы в электронном виде подкрепляются. Если есть шенген, то не имеет значения дата покупки билета. Вы по этой шенгенской визит можете точно так же проехать на поезде. Да, запись будет. Если нет загранпаспорта на поезде, вы приехать к нам не сможете, придется авиасообщением воспользоваться. На самолете можно без загранпаспорта приехать. По документам для детей, давайте еще раз остановлюсь, если дети едут либо без родителей самостоятельно, либо с каким-то сопровождающим, то обязательно нужно нотариальное разрешение, либо мы его так называем на самовывоз, что ребенок может самостоятельно путешествовать, либо на сопровождающую доверенность. Вот, в общем, по документам все. Но это если какая-то группа школьная, официальная школьная группа, то, соответственно, все документы, которые школьной группе нужны для путешествия официальной, там, и сопровождение медперсонала, и там, эти доверенности, там, от школы какое-то разрешение, это тоже определяется. Если у нас индивидуальные туристы, то вот все, все очень просто. Так, дальше. Как добраться до нас с автомобилем? Когда вы едете самостоятельно на автотранспорте к нам, вы проезжаете либо через Литву, либо через Польшу, вы проезжаете через Белоруссию, но в Белоруссии все проще, там не нужны никакие дополнительные визы. При проезде через страны Шенгенского соглашения, Литва и Польша к таким относятся, нужно иметь действующую шенгенскую визу или транзитную шенгенскую визу. Оформляются они точно так же, как любые визы в консульстве. Пакет документов точно такой же, они могут немножко в зависимости от страны отличаться, но, как правило, это заграничный паспорт, копии гражданских паспортов, справка о доходах или выписка с банковского счета, страховка стандартная, которая на страны Шенгена действует, и подтверждение бронирования услуг на территории Калининградской области. Лист бронирования для этого отлично подходит, этого достаточно будет. И документы в консульство вы подаете лично в стандартном порядке. Вот, в общем-то, все. Чуть-чуть про Калининград, да? Мы к нам уже приехали. Паром не действует на пассажирские перевозки. Сейчас вот... Да, главное, чтобы виза была неоднократной, а то обратно не вернуться. Это очень верное замечание, да, виза, если вы транзитно оформляете Шенгенскую, понятно, ее туда и обратно выдают. Если у вас обычный Шенген, это должен быть Шенген мульти, хотя бы на два выезда. Про паром. На паром у нас сейчас действует только для грузовых перевозок. На пассажирские перевозки он не работает, поэтому для нас, как для людей, которые туристам это предлагают, эта информация не актуальна. Если человек невыездной из Российской Федерации, может ли он приехать по ЖД? Насколько я знаю, нет, потому что вы все равно проезжаете территорию стран Шенгенского соглашения, вы не выезжаете как бы с территории Российской Федерации, поэтому для вас нужно, ну, не для вас, а для человека, который невыездной из России, нужно воспользоваться авиасообщением. Так, Лилия пишет, что меня не слышно. Скажите, пожалуйста, звук нормальный? Остальные слышат меня? Или мне... Так, все, остальные слышат? Лилия, наверное, у вас небольшие проблемы с интернетом. Я знаю, что сейчас у нас в целом с интернетом все дома сидят, поэтому бывает туго. О, отлично. Все, я рада, я рада, что у меня слышно. Но, на всякий случай, уточняю. Как я говорила, мы самый западный регион Российской Федерации, мы Анклав. Общая площадь наша чуть больше 15 тысяч квадратных километров, и мы являемся самым маленьким регионом Российской Федерации. Время у нас минус час от московского, то есть вот у вас сейчас в Москве 11.15, у нас 10.15. Сразу учитываем это, когда приезжают туристы к нам на экскурсии, приезжают там трансферы и тому подобное, везде время местное, так что приехали. И минус час... Станислав, я сейчас ускорюсь. Минус час от Москвы. Это тоже важная информация. Климат у нас умеренный, за счет моря он очень мягкий, у нас очень теплые зимы, температура часто скачет с плюса на минус, но таких, что минус 20, ну, минус 20 бывает, но очень недолго, скажем так. Минус 30, минус 40 у нас не бывает никогда, и в целом температура зимой обычно вокруг нуля пляжей. То плюс небольшой, то минус. Летом средняя температура 22 градуса, бывает и за 30 периодически. Позапрошлое лето нас вот так радовало, у нас прям жара была прям южная. Вот. Весна, вот сейчас у нас весна, у нас 15 градусов, то есть очень комфортно. Ну и осень приблизительно так же. Расскажу вам про основные наши города, которые с туристической точки зрения интересны. Прежде всего, это, конечно, Калининград, бывший Кёнигсберг, город, который был основан Тевтонским орденом, как крепость Тевтонского ордена в 1255 году, когда был заложен камень в основание Королевского замка. Сейчас от самого Кёнигсберга в Калининграде, к сожалению, мало что осталось, потому что город был почти полностью, на 95% разрушен во время войны английской авиации. Но то, что есть, мы бережно храним, стилизуют у нас новые здания под старый Кёнигсберг, и показываем город туристам, у них остается приятное очень впечатление. У нас есть уникальные музеи, у нас есть большое количество разрозненно сохранившихся островков Кёнигсберга в городе. Но сказать, что вы приедете и увидите на средневековый Кёнигсберг, к сожалению, нельзя. Но это, конечно, большой минус, но и этот минус мы можем красиво поднести. Яна говорит, что форты у нас находятся в плачевном состоянии. На самом деле, далеко не все форты у нас есть восстановленные, действующие как музеи. Во время войны они не пострадали, кроме Пятого форта, который действительно штурмовался. Остальные были в плачевном состоянии, проведены уже после. Тем, как они использовались, тем, в чьей собственности они находились. Но сейчас мы можем говорить о том, что два форта, форт номер 5 и форт номер 11, действуют успешно, как музеи, и в хорошем состоянии, они в очень хорошем находятся. И вернуть карту области. Возвращаем. И один форт сейчас переоборудуется под гостиницу, там будет очень интересный объект размещения. Так, карту области вернула. Можно дальше листать? Давайте, буду дальше листать, вы можете взять скриншотик с театр. Следующий город, который наверняка находится на слуху, это курорт федерального значения. У нас таких два. Это город Светлогорск, курорт, знаменитым курортом. Он стал еще во времена Германии, еще в 19 веке, привлекал большое количество туристов к себе, не только... Так, на карте показать город. Так, а вот вы видите мышку, когда я... Нет, вот указка. Сейчас покажу вам на карте города. Вот здесь Калининград. Видите? Калининград от побережья и от основных курортов находится очень близко. До Светлогорска мы едем порядка 40 минут на машине, до Зеленоградска 30, где-то 20 минут, ну, в зависимости от пробок, можно добраться. Все очень близко, все очень компактно у нас расположено. И вообще вы, когда видите площадь Калининградской области, вы понимаете, что это... Это не расстояние, да, по российским меркам. Возвращаемся. Светлогорск. Светлогорск находится на побережье Балтийского моря. В отличие от Кёнигсберга, Калининграда, Светлогорск, бывший Раушин совершенно не пострадал. Машину на прокат взять без проблем. Да, единственное, у нас вот тот самый каршеринг у нас не очень развит, у нас есть компании, но в отличие от Москвы машину поблизости не так просто найти, а вот на прокат в стандартном формате без проблем можете взять автомобиль и покататься. Так, хорошо. Светлогорск сейчас покажу на карте. Я думала, вы про Калининград говорите. Так, можно приблизить, да, чтобы было удобнее. Вот, смотрите, сейчас указочка. Вот здесь находится Светлогорск. Вот указочка. Здесь находится рядышком со Светлогорском Зеленоградск. И дальше я вам буду... Не загрузилась карта? Я ее увеличила немножко? Нет, слайда. Так, карта видна? Карта не видна. Ладно, давайте... Видна. О, супер, карта стала видна. Давайте я вам покажу сейчас. Если не видно будет, потом давайте посмотрим отдельно в интернете. Так. Ладно, вот и Светлогорск. Мы идем наверх от... Да, я думаю, что несложно будет действительно найти. Наверх от Калининграда у нас находятся Светлогорск и Зеленоградск рядышком друг с другом. Все. Идем. Идем дальше. Пытаемся удовлетворить, видите, все запросы. Рассказываю. В Светлогорске у нас находится очень большое количество средств размещения. Это один из самых популярных курортов на территории Калининградской области. В нем находятся природные ресурсы, которые позволяют функционировать успешно на своих природных ресурсах санаторием. У нас несколько санаториев находятся в Светлогорске и один из Светлогорска находится в Зеленоградске. Здесь добываются свои грязи, торфяные голубые глины и минеральная вода. Здесь же есть бювет. Действительно, у нас очень много зелени в городе и в Светлогорске, и в Калининграде. В самом Калининград, в Кюнингсберг раньше называли город-сад, и сейчас он тоже подтверждает название, на самом деле. Вот это то, что мы не потеряли с немецких времен. Светлогорск производит очень приятное впечатление на туристов. Это такой сказочный городок, пряничный, с маленькими домиками, с сохранившейся немецкой архитектурой. Кто-то с Карловыми варами сравнивает Светлогорск. И когда к нам приезжают туристы, когда к нам приезжают наши партнеры, рекламные туры мы проводим, люди прежде всего влюбляются в Светлогорск. Есть особенности города. Светлогорск находится на возвышенности, на дюне, и к морю нужно спускаться. Пешочком идти есть несколько спусков, разность сложности, есть променад вдоль моря проходящий, где люди очень любят гулять. Но если людям сложно ходить, то лучше им все-таки рекомендовать Зеленоградск и Светлогорск. Да, Алексей пишет, что Светлогорск у нас шикарный, сказочный город. Это действительно так, и мы его очень любим. А еще один город, который мы очень любим, это Зеленоградск. Зеленоградск – это второй курорт федерального значения. Они со Светлогорском очень сильно отличаются, хотя оба в Светлогорске высокие цены зависят все очень от сезона. Если мы говорим про межсезонье, то там цены просто смешные на размещение. Ну, мы про размещение, да, сейчас говорим, про гостиницы. Если мы говорим сезон, то цены, разумеется, подскакивают, подскакивают, бывает, что в разы. Ну, для понимания, сейчас... А, Господи, цветы, Господи, я цены еще читаю. Ну, да, кто к чему готов. Высокие фиолетовые цветы – это, наверное, люпины, но они у нас по территории всей области есть, они не только в Светлогорске. Канатная дорога расположена в Светлогорске в левой части променада, то есть это вот самый конец променада. Это спуск, по сути, к морю для тех, кто не хочет спускаться пешком. Я не скажу, что она видовая. Там никаких шикарных видов, ну, кроме вида на море, который точно так же открывается с променада, не открывается, но это комфортный способ спуститься и подняться к морю. Прямо за ЖД вокзалом, да, совершенно верно. Вернемся к Зеленоградску. Зеленоградск, в отличие от Светлогорска, был, он был точно так же курортом и в немецкие времена, причем этот курорт появился первым. Светлогорск, это Кранц, наш ЖД, Раушен, Светлогорск появился позднее, но Зеленоградск был курортом для среднего класса, тогда как Светлогорск был курортом для состоятельных людей, и это накладывает отпечаток на архитектуру. Я не скажу, что Зеленоградск менее интересен, там тоже очень интересные домики, это классическая архитектура санбийского полуострова, но они немножко попроще, тоже в хорошей сохранности находится город, и когда люди к нам приезжают впервые, они больше влюбляются в Светлогорск, он как-то ярче, а когда вот калининградцы сами, люди, которые уже не в первый раз к нам приезжают, они все-таки для отдыха предпочитают Зеленоград, там покомфортнее с инфраструктурой, он комфортнее в плане доступности, во-первых, от Калининграда 20 минут сел на машину и приехал, то же самое там сел на электричку, да, у нас ласточки сейчас ходят комфортные, при наличии визы можно попасть в Ниду, ну, можно в Литву попасть, можно в Польшу, в принципе, давайте позже, да, вернемся к тому, что у нас Европа наша, нас окружающим, вот, в Зеленоградске также находится очень большое количество средств размещения, очень большое количество гостиниц, и они в большинстве своем новее, чем Светлогорские, потому что они строятся вот прямо сейчас, в последние годы, очень большой бум строительства, пошел в Зеленоградске именно объекты размещения, город очень приятный, он находится в основании Курской косы, это национальный парк, природа также шикарная, и, конечно, человек должен сам выбирать, что ему интереснее, вот, про рекламники мы будем говорить, наверное, когда у нас карантинные ограничения снимут, потому что пока никто не знает, когда это будет, а так, конечно, мы всегда очень рады все показать вам лично, вернемся к Зеленоградску, здесь, в отличие от Светлогорска, намного лучше пляж, Светлогорск, он очень красивый, но есть один существенный минус, то, что в Светлогорске сейчас практически нету пляжей, пляжи остались очень узкие, их смыло, сейчас ведутся работы по намыванию пляжей, там очень большое количество мероприятий проводится, и я думаю, что к следующему сезону пляж уже точно будет, сейчас он тоже начинает формироваться, но это еще полноценный пляж, в Зеленоградске полноценные оборудованные пляжи есть, поэтому для пляжного отдыха он подходит лучше. Давайте пойдем дальше, следующий город, даже не город, поселок, хотя он по площади не такой уж и маленький, и по населению, это Янтарный, это место, где расположено 90% мировых запасов Янтаря, и в общем, по названию можно догадаться об этом, сейчас расскажу про снятие ограничений, про Янтарный расскажу, я отвечу на вопросики, хорошо, чтобы не дергаться, точно не отвлекаться, Янтарный, это первый курорт на территории Российской Федерации, долго остановился единственным, который, пляж которого имеет голубой флаг, международную награду, знак качества, да, пляжей, вот в Янтарном находятся просто широчайшие пляжи, очень красивые, очень живописные, и для пляжного отдыха Янтарный, это, конечно, просто рай, в сезон там, если мы 5 лет назад говорили, что Янтарном, конечно, отличный пляж, но делать там особо нечего, кроме как на пляже лежать, потому что инфраструктуры мало, то сейчас мы говорим, что в сезон большое количество пляжных кафе, пляжных развлечений, дискотек там открываются, тут же база дайлинга находится, у нас Янтарном, поэтому сейчас там есть чем заняться, но есть определенные нюансы, туда ехать от Калининграда порядка полутора часов, это по нашим меркам не так близко, отсюда сложнее уехать на какие-то экскурсии, какие-то другие части области уехать, но если туристы нацелены на пляжный отдых, это хороший вариант, хотя гостиниц там не так много, но зато один из пятизвездочных отелей в Калининградской области, у нас всего 4 штучки, вот один из этих отелей находится в Янтарном, и в целом в Янтарном очень хорошо. Так, про снятие ограничений. У нас сейчас официальное ограничение на курортах действует до 1 июня. Пока про продление ничего не известно. Есть слухи, но ничем не подтвержденные, что возможно до 15 июня будут ограничения действовать, потом мы рассчитываем, что все уже будет функционировать в стандартном режиме. Я думаю, что в конце июня уже не должно быть никаких проблем для того, чтобы туристы к нам приехали, тем более у нас у самих очень большие планы на этот сезон были и пока остаются, и я думаю, что все будет у нас хорошо. Янтарь у нас выбрасывает, у нас янтарь с водорослями выбрасывает, есть города курортные, где янтаря больше, где меньше, в Янтарном его традиционно много, ну после шторма бывает. Мы, у нас есть такая народная забава, мы ходим по берегу, не только в Янтарь, но в целом по берегу моря, и собираем маленькие янтарики. Конечно, такой большой кусок янтаря вы вряд ли найдете на побережье просто, лежащий. Но можно после шторма. Есть люди, которые занимаются как раз тем, что они во время шторма или после шторма, они либо на самом берегу стоят, вылавливают этот янтарь, либо с камушком янтаря без проблем можно вылететь на самолете, может, по территории Российской Федерации путешествовать, никаких ограничений здесь нет. Янтарь – это самый популярный сувенир, который от нас везут, поэтому никаких запретов. Мы любим походить по берегу, пособирать янтарики, у нас такие баночки дома с мелким янтарем стоят. Конечно, это не крупные прям камни, а крупные камни нужно в определенное время, в определенном месте ловить. Балтийское море холодное по сравнению с каким-нибудь черным или средиземным, но, безусловно, мы намного севернее находимся. Мы купаться начинаем, как правило, в июне. Официально купальный сезон для туристов, ну, официальный купальный сезон-то открывается в июне, когда мы начинаем купаться. Вот для туристов мы говорим, что июль-аппуст – это оптимальное время для купания, если хорошая погода в сентябре и сентябре, еще отлично подходит, потому что море уже прогрелось, и температура воздуха, когда еще комфортная, очень комфортно купаться. В среднем температура воды в море в сезон, когда купаемся, 20-23 градуса. Мы начинаем купаться где-то градусов при 20. Кто-то говорит, что 23 градуса нет, это холодно, мы не полезем в воду, кто-то говорит, что мне 15 хорошо. Купаемся мы все активно, очень охотно. Мое Балтийское я лично очень люблю, потому что там всегда белый песок, там почти нигде нет вот этих вот камней, покрытых водорослями, склизкими. Это всегда белый песочек, это пологий, постепенный вход в море, не без резких обрывов. Это самое малосоленое море в мире, поэтому, когда мы ныряем, нам не разъедают глаза, не щиплет нос, и из-за этого, лично для меня, Балтийское море очень комфортно в плане купания, а температура воды 20 градусов тоже вполне комфортна. Мы же можем ходить в это время в футболках на улице, почему мы можем купаться. Елена пишет, что в янтарном цветы, есть янтарные цветы, но у нас по всей области есть цветы, у нас вот все-таки. Водорослей немного, но это тоже очень сильно от времени, зависит от сезона, бывают такие дни, мы уходим, и мы такие, ой, море цветет. Но это бывает обычно, когда жарко. Вот я говорила, что у нас позапрошлый год был очень жарким, у нас температура воздуха прям неделями держалась выше 30 градусов, и у нас море до 27 градусов прогрелось. И когда море до 27 градусов прогрелось, оно местами начинало цвести, то есть там большое количество водорослей появлялось. При стандартных условиях водорослей немного. В Светлогорске, Алексей пишет, в Светлогорске, как оказалось, немало заброшенных пионер лагерей. Возможно ли их покупка и создание новой зоны для рекреации? Но на самом деле они там не заброшены, они просто функционируют только в сезон. То есть летом в лагеря они принимают детей. Их где-то за месяц до сезона пионерского начинают приводить в порядок, их начинают латать. На самом деле в Светлогорске земля сейчас на вес золота, и поэтому нет там таких прям объектов, которые в простой находятся, которые не используются. Просто вот эти лагеря, они ведомственные, они тем или иным государственным организациям принадлежат и там принимают детей. Вот так. Они не ничейные. Так, про интернер рассказали. Двигаемся дальше. Наша... Ирина правильно пишет, что не все ведомственные. Наша гордость, национальный парк, Курская коса. Это такой объект, который... Алексей, ну вот я не владею этой информацией, здесь вопрос собственности, да, стоит, что лагеря, они все кому-то принадлежат. Если они были бы просто земля, которая там принадлежит городу, то она бы уже давно использовалась. Давайте дальше. Национальный парк, Курская коса. Наша гордость вынесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под нулевым балансом. Это значит, что он внесен как... Так. Жанна пишет, что она видит только меня и не видит слайды. Скажите, пожалуйста, остальных слайды есть? Видны? Отлично. Жанна, ну, видимо, неполадки у вас с интернетом или соединением. Можете попробовать перезайти. Катерина меня не видит. Ну, главное, что слайды видите. На меня-то можем насмотреться. Отлично. Я, как сказала, на нулевом балансе внесена Курская коса в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что объект под таким же... Сейчас скажу. внесена она как антропоморфный ландшафт. Это ландшафт, созданный человеком. И больше объектов под этим балансом нету в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Связано это с тем, что Курская коса, она на самом деле, она создана не только природой, она создана и человеком. Изначально вот эта узкая полоска, узкая песчаная полоска суши, она, конечно, существовала, ее создала сама природа. Но потом люди же ее уничтожили, когда начали вырубать леса на территории Курской косы. Это был еще 18-19 век, в 19 веке уже восстанавливалась активно коса. И Курская коса превратилась в такую пустыню, которая кочевала, двигалась, засыпала поселки, которые там были. И человек восстановил Курскую косу. Сейчас это объект и природный, и человеческий. Сейчас на территории Курской косы находится национальный парк. Там просто помрачительные ландшафты, которые одни другими сменяются. Там вы можете увидеть и пустыню, Сахару практически. С одной стороны залив, с другой стороны море, огромные деревья. Это чудесный, на самом деле, объект. и такое место, где мы отрешаемся от всего, выпадаем из бешеного темпа жизни и можно отдохнуть. И на Курской косе также есть небольшие гостиницы и гостевые дома. Если человек хочет приехать к нам как раз за уединением, уединение с природой, вот этот вот полный релакс, то можно отправить его на Курскую косу. Здесь, безусловно, гораздо меньше туристической инфраструктуры. Магазинов здесь больших нету. Кафе есть, но не в таком ассортименте, как в каком-нибудь курортном городе или в Калининграде. Тем не менее, есть, голодными не останетесь. Так, трансфер у нас индивидуальный. Сейчас предоставляется в сезон, будут еще и групповые трансферы, но пока индивидуальные. До косы ехать из Калининграда около получаса. Мы проезжаем Зеленоградск, сразу находимся на КПП Курской косы. Другое дело, что сама коса у нас очень длинная, протяженная, 40 километров, соответственно, в зависимости от того, в какую часть косы вы хотите попасть, еще нужно и по территории косы ехать. На Курской косе у нас в нашей списке гостиницы, взаимодействия, которые мы продаем, находится порядка 15 отелей. Там есть небольшие какие-то домики, с которыми мы сейчас по новому законодательству не можем работать. Там кто-то в частном порядке сдает, поэтому там, в принципе, есть, где развернуться. Что там с Долизой населенный пункт? На Курской косе есть три поселка. Поселок Рыбачий, Морское, Лесное. Вот сейчас какая часть это Курской косы? Так, если мы говорим, что там у нас как я прошу прощения, задумывалась, да? Я думаю, что это у нас все-таки поселок Морское, но я могу ошибаться, но в любом случае у нас на косе только три поселка. самый развитый, самый такой активный это поселок Лесной, он находится, ну, да, здесь написано около 10 объектов размещения, но сейчас около 15, ну, там плюс-минус, они то открываются, то закрываются, очень много сезонных есть, не все из того, что у нас есть, можно назвать отельами, где-то такие маленькие гостевые дома на три номера, поэтому это очень такой приблизительная цифра. Поселок Лесной, он самый развитый, там находится больше всего, там есть несколько магазинчиков, там есть несколько ресторанчиков, и там находится променад оборудованный на море, выйти можно посмотреть, вот, ну, в Морском и Вырбальщине точно так же есть небольшие гостиницы, точно так же там можно отлично отдохнуть. Дальше еще один курортный город, это город Балтейск, Балтейский и Вислинская коса у нас, потому что не одна Курская коса, у нас еще есть Вислинская коса или Балтийская коса, это одно и то же на территории Калининградской области. И город Балтейск, Балтейск самый западный город на территории Российской Федерации, он очень долго оставался закрытым городом, потому что там находилась и находится в принципе база военно-морского Но сейчас он открыт для посещения туристами с одним нюансом, если сюда едут иностранные туристы, им нужно обязательно получать разрешение, поэтому если вы вдруг хотите в составе туристической группы по туру, куда входит экскурсия в Балтийске, или на проживание в Балтийске отправить туристов с иностранным гражданством, нужно об этом обязательно заранее уведомить. И получить разрешение. Ну, либо мы какую-то замещающую замену по экскурсиям предлагаем, потому что там есть некоторые нюансы. Здесь есть широкие пляжи, здесь очень мало гостиниц, 4-5 отелей в зависимости от времени года функционируют. Город с туристической точки зрения менее развит, но там хорошие пляжи. Ну, мы тоже скажем. Давайте теперь, раз у нас тема, экскурсионные туры, в Самаре снег пошел, с ума сойти, конец весны, да? Нет, приехала бы. Ирина, даже для граждан бывшего СНГ ограничения нужно уведомлять обязательно даже гражданам бывшего СНГ о том, что в Балтийск собирается не приехать. То есть это все равно иностранные граждане в любом раскладе. Да неожиданно. Теперь перейдем, в общем, к теме, да, нашей, основной теме нашего вебинара, это экскурсии по Калининграду области. Построим мы рассказ про экскурсии таким образом. Я сначала вам расскажу про экскурсионные маршруты. Сейчас мы берем лето только, потому что в зависимости от сезона где-то больше экскурсий становится, где-то меньше экскурсий становится. Мы сейчас будем говорить про то, что нам будет предлагать сезон. Расскажу про экскурсии по отдельности, а потом мы посмотрим, в состав каких туров, какие экскурсии входят. Начнем с блока первого, это экскурсии на побережье. Мы вообще делим экскурсии на три блока. Это экскурсии на побережье, экскурсии по самому Калининграду и экскурсии на восток области. Сейчас начнем с побережья. Здесь большой, самый большой блок экскурсии. Первая экскурсия, экскурсия на самый запад России. Мы посещаем город Балтийска, о котором мы только что разговаривали. Это самая западная точка Российской Федерации. Здесь мы можем увидеть корабли. Про отели я расскажу в конце. Я расскажу не про всю сетку отелей, которые у нас есть, потому что их очень много. Мы с вами тогда три дня здесь сидели и рассказывали. А только про те отели, которые входят в наши экскурсионные пакеты. Так отелей, конечно, намного больше. Можно ли получить презентацию? Я думаю, что вам потом письмо на почту отправят с информацией, как можно будет ее еще раз посмотреть, получить технические вопросы. Экскурсия на самый запад России. Самая западная точка Российской Федерации. Для многих людей посещение этой экскурсии, посещение Балтийска, это такой... Кристина, приезжайте, спасибо большое, во-первых, за комплименты, во-вторых, приезжайте обязательно, потому что люди к нам ездят по много-много раз, не жалеют. У нас действительно очень здорово. Я так интересно рассказываю, потому что я действительно очень люблю Калининграду. Вот так я вам скажу. Для многих людей посещение Балтийска, это такой знаковый момент, можно себе поставить галочку, что человек побывал на самой западной точке Российской Федерации. Это действительно так. И мы во время экскурсии становимся на эту самую западную точку. Ну, поэтому Юлия, говорят, что у нас очень, не очень хороший климат для жизни. На самом деле мы знаем, да, что для разных людей нужен разный климат. У нас климат умеренный, жизнь у нас очень комфортная, экология у нас хорошая. Поэтому, да, действительно, если вы с юга откуда-то приезжаете, где все время тепло и жарит солнце, может быть, вам у нас будет некомфортно. Если люди приезжают откуда-то с севера, им некомфортно будет на юге, комфортнее будет у нас как раз жить. Так, хорошо, я постараюсь не отвлекаться на вопросы. Извините. Возвращаемся к Балтийску. Все, я буду рассказывать сейчас про экскурсионные программы, буду только на вопросы по экскурсиям отвечать. А потом, если будет вопрос в целом про регион, про что угодно, вы мне их тогда в конце, если что, продублируйте, пожалуйста. Об истории возникновения. Давайте, когда мы к слайду про Калининград, экскурсию перейдем, я вам вкратце в двух словах расскажу. Экскурсия в Балтийск, здесь я второй раз начинаю. У нас отличается от экскурсии классической в Балтийск, которую из года в год все турфирмы Калининграда предлагали, тем, что мы ее расширили и постарались сделать максимально интересной. И сделали это мы за счет того, что мы переправляемся на пароме на Балтийскую косу. И это такой очень интересный момент. Во-первых, сама переправа, да, это интересно всегда по морю, мы идем по заливу, вернее. Мы переправляемся на Балтийскую косу, потому что, в отличие от Курской косы, она не соединена с территорией материковой, там тут нужна переправа паромная. И здесь мы посещаем люнеты, это старинное оборонительное сооружение, оно в частично руинированном состоянии находится, тем не менее, очень классное впечатление производят, действительно, такие толстые стены. Там находится частный музей, где нам рассказывают и про историю Балтийской косы, про историю самого этого люнета оборонительных сооружений. И там же нас чаем с пирожками угощают, чтобы нам теплее было и приятнее. Тут же находится на территории Балтийской косы руинированный порт Западный, и с точки, где он находится, можно увидеть соединение трех вод, да, трех акваторий. Здесь соединяются воды моря, заливы и каналы. Это действительно очень красивое зрелище, грандиозное. И когда мы возвращаемся из Балтийска, мы еще посещаем дегустацию рыбной продукции нашей фишки, одной из кулинарных фишек рыбоперерабатывающего вода за родину, где мы нашу рыбную продукцию пробуем, дегустируем, потому что, ну как же, гастрономический туризм – это важная часть туризма. И это существенно разнообразит экскурсии. В самом Балтийске мы видим, конечно, архитектуру, сохранившуюся немецкую. Здесь не было каких-то роскошно украшенных домов с какими-то изысками. Здесь дома все простые очень, но тем не менее, это классическая архитектура немецкая, такая, какая она была, потому что город во время войны разрушен не был. Здесь же находится маяк, здесь находятся два памятника, памятник Петру Первому и памятник Елизавете. Памятник Елизавете – это как раз та самая западная точка Российской Федерации, куда все считают нужным подойти. И видим набережную с прахтованными здесь военными кораблями. Следующая экскурсия на побережье, но она так частично на побережье, частично на восток. Видите, экскурсия прогулки по Кранцу. В этом году мы ее изменили. Если у нас были в прошлом году просто прогулки по Кранцу, и мы гуляли по Зеленоградску, то сейчас мы добавили сюда еще интересную туристическую аттракцию, то, что все туристы просят в Калининграде увидеть замки. Мы добавили сюда замок Шааки. Ну, для начала мы посещаем сам Зеленоградск, Кранц. Вы можете увидеть реальные фотографии. Вот в центре – это центральная улочка Кранца. Это немецкие домики, такие сказочные, пряничные. Очень приятно по этим улицам гулять. И мы сами всегда не упускаем возможность бывать. Вечером после работы садимся и едем, потому что атмосфера действительно чудесная. Зеленоградск – это официально город кошек. Это его новая фишка, которая буквально последние лет 6 развивается, но развивается очень активно. Здесь есть множество кошачьих домиков, здесь есть специальный кошачий светофор, здесь есть музей кошек Мурариум, и здесь есть единственный в мире человек с должностью официальной, причем это государственная должность. Ката-шеф – это человек, который официально присматривает за городскими катами. Елена пишет, что я пропадаю. Скажите, пожалуйста, остальные меня слышат? Или у меня проблемы со связью? Все, отлично, не отвлекаюсь тогда. Здесь мы поднимаемся в Зеленоградске на смотровую площадку, которая как раз находится в музее кошек Мурариума, а музей кошек Мурариум находится в старинной водонапорной башне. И вот наверх этой водонапорной башни мы поднимаемся, чтобы увидеть панораму города. Здесь же мы, конечно, выходим на променад, где видим наше Балтийское море. Здесь находится бювет с лечебной водой минеральной, где можно взять таканчики и попить эту воду, попробовать, она такая слегка солоноватая, очень полезная. Ну, а после того, как мы посещаем Зеленоградск, как мы знакомимся с этим курортным городом, мы едем в замок Шаакин. Замок находится в частично руинированном состоянии. Вот на фотографии справа вы как раз этот замок видите. И площадка, замка, где проходят все интерактивы, проходят программы, она находится под открытым небом. Она сейчас очень хорошо оборудована. Там для гостей, для туристов проходит рыцарский поединок, где рыцари Тевтонского ордена показывают свое боевое искусство. И там же во дворе замка проходит рыцарский средневековый обед. В общем, очень интересная программа. Ну, и для тех, кто хочет побережье посетить, и для тех, кто хочет к нашей рыцарской истории прикоснуться, потому что этого очень не хватает часто в туристах в Калининграде. Вот это как раз отличный вариант. Двигаемся дальше. Дальше экскурсия прогулки по Раушену. Мы переезжаем в Светлогорск, о котором мы говорили с вами чуть ранее. На фотографии вы видите архитектуру Светлогорска. Ну, это малая ее часть. На самом деле можно буквально в центральной части Светлогорска каждый домик ходить и рассматривать, долго любоваться, потому что они все абсолютно сказочные. Есть в Светлогорске определенная этажность. Есть несколько домов, которые как-то обошли новую эту этажность, но они все равно в стилистике Кенингсберга выполнены, но по этажам выше. Вообще в Светлогорске и сейчас действует, и во времена Кенингсберга, во времена Восточной Пруссии действовало правило про этажность. Нельзя было строить дома выше двух этажей, потому что дома выше двух этажей, они давят на людей, они создают унитающие впечатления, а город был сделан как город, где люди отдыхают. Поэтому двухэтажные домики, извилистые улочки, чтобы не было прямых таких, что тоже считается, что давит. И за счет этого атмосфера города абсолютно шикарная. Домики вот эти маленькие, сказочные со всех сторон, прекрасное море, большое количество городской скульптуры, такие милые памятники со своими фишечками. Где-то нужно лягушку поцеловать, где-то нужно носик потереть, ну как везде, да? Но тем не менее это тоже добавляет своего шага. Здесь в Светлогорске. Мы, экскурсия у нас пешеходная, мы доезжаем до Светлогорска на автобусе, а дальше мы гуляем полностью пешком, потому что очень большое количество улиц в Светлогорске пешеходные, они закрыты для транспорта, и потому что так можно лучше проникнуться атмосферой города. Одна из фишек на центральной фотографии – это водонапорная башня. Видите, там сейчас водогрязь и лечебница расположена. Ее, конечно, видим. И выходим на променад. Здесь солнечные часы, вы также видите. Море. Новый променад у нас в Светлогорске построили. Это все у нас входит в нашу экскурсию. Во время экскурсии мы также спускаемся на фуникулёре, но бывает, что мы спускаемся, бывает, что поднимаемся. По-разному экскурсию строим. Совершенно верно пишет Оксана, есть в Светлогорске частный органный зал, во время экскурсии мы его не посещаем, но тем не менее, если люди самостоятельно хотят приехать в Светлогорск или хотят после экскурсии задержаться, можно там посетить органный зал. Ну, это не единственный органный зал, который есть в Калининградской области, но тоже приятное дополнение. И мы посещаем галерею-мастерскую «Второе солнце», где мы видим, как происходит обработка янтаря, как из янтаря мастера делают янтарные изделия. Это тоже очень интересно, потому что в Калининградской области сложно представить Калининградскую область в отрыве от янтаря, все-таки янтарный край. Следующая экскурсия курорта в Восточном Брусе это объединенные экскурсии по Светлогорску и Зеленоградску, Кранц и Раушен. И, безусловно, если у нас есть разные туристические пакеты, но мы не включаем в один туристический пакет, в один тур, и экскурсию курорта в Восточном Брусе, и экскурсию прогулки по Раушену или прогулки по Кранцу, потому что это будет дублирование. В разных турах идут разные программы, разные экскурсии люди выбирают, в зависимости от того, что им интереснее. Вот здесь у нас есть и в Светлогорске, и в Зеленоградске. Не буду останавливаться на этой экскурсии, потому что отдельно про эти города я уже вам поговорю. Это сложите вместе. Экскурсия в Царство моря Дюна Птичьих Голосов. Традиционно одна из самых популярных у нас экскурсий. Это Курская коса, и каждый человек, который приезжает в Пенбородскую область, считает своим долгом посетить знаменитую Курскую косу, это, конечно, абсолютно уникальный уголок природы, где какую-то особую энергию ты чувствуешь. Здесь вы можете любоваться и пляжами морскими, и пляжами на берегу залива. Во время экскурсии мы посещаем танцующий лес. Это одна из таких на слуху находящихся достопримечательностей Курской косы. Это лес с причудовоизогнутыми деревьями. Вот я фотографию здесь не добавила. Как-то другие фотографии вставила. Я думаю, что вы, наверное, сталкивались в интернете с фотографиями танцующего леса. Это деревья на территории совершенно небольшой, маленьких кусочек леса по непонятной до сих пор причине проявил такую аномалию. И все деревья там загнуты. Какой-то деревья штопором загнута, какое-то кольцо загнулось, какое-то коклира развивается. Аномалия эта существует только на этом участке, на Курской косе. Больше на Курской косе ее нигде нет. И вообще в мире не так часто она встречается. Есть множество теорий, почему деревья загнулись именно так. Кто-то говорит, что это деревья, зараженные личинками короеда. Вернее, не короед, побегов юн. Такое насекомое. Привезли, посадили на этой территории. Они поэтому дали такую аномалию. Кто-то говорит, что это аномальная зона вообще магическая. Кто-то говорит, что там какие-то магнитные поля. Теорий множество. Ученые к первому варианту склоняются. Тем не менее, ни один вариант точно не доказан. Здесь мы во время экскурсии также поднимаемся на смотровую площадку. Высота Эфа. Это знаменитые дюны Курской косы. На правой фотографии вы видите вид с этой смотровой площадки. Вид постоянно меняется, потому что дюны двигаются, качуют. Но вот вы приблизительно можете по фотографии понять, что вы видите там. Это, конечно, завораживающие абсолютные виды. Это пустыня посреди леса. И еще один объект, который мы обязательно посещаем, это в сезон. Потому что работа только в сезон. Станция кольцевания птиц. Единственная в мире станция кольцевания, действительно, это научная станция, которая функционирует как музей, принимает туристов. Полевой стационар. Там вместе с орнитологами. Там экскурсоводы не просто экскурсоводы. И на орнитологе ученые проводят экскурсии. Которые невероятно увлечены своим делом. Глаза у них всегда горят. И мы вместе с ними заходим в ловушки для птиц. Они из этих ловушек достают птичек. Показывают нам, как этих птиц свешивают, кольцуют, записывают в журнал и выпускают. И этот объект, он всегда интересен детям, взрослым и большое количество положительных эмоций вызывает. И еще одна такая фишечка, бонус курской косы заключается в том, что здесь всегда у нас идут рыбные обеды. Из свежей рыбы, которая здесь же в Балтийском море у нас добывается. И обед у нас отдельно оплачивается, по желанию за доплату идет. Но люди, которые хотят попробовать, они имеют возможность во время этой экскурсии этот обед попробовать. И большое количество копченой рыбы тоже местной продается. Люди покупают, кто-то так скушает, кто-то покупает вакуумные пакеты специальные, пакеты морозильные. И везет в подарок, как сувенир своим родным и друзьям. Тоже приятный бонус. Следующая экскурсия из разряда экскурсий на побережье. Экскурсия Янтарная Эльдорадо. Мы едем в поселок Янтарный, место, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Место, где единственное место в мире, где открытым способом на карьерах добывается этот янтарь. Здесь на карьере оборудована смотровая площадка, куда мы обязательно привозим туристов. Туристи видят, как добывается янтарь. Таким маленьким себя на фоне этого огромного карьера ощущают. Здесь же на смотровой площадке есть янтарная пирамида, полностью выложена янтарем. И считается, что кто зайдет внутрь, загадает желание сосредоточить свою энергию, то желание это обязательно исполнится. Здесь же находится небольшая песочница с голубой глиной, куда постоянно для туристов подсыпают янтарь. И специальными лопаточками туристы копают себе на память горсть янтариков, находят, забирают этот янтарь с собой и получают сертификат янтарного старателя. Это очень популярное мероприятие среди взрослых, среди детей. Здесь же нам показывают небольшой фильм, совсем краткий, но очень содержательный, о том, как происходит добыча, обогащение, обработка янтаря. И здесь же, для тех, кому это интересно, прямо на площадке, кто хочет, заходит, кто не хочет, не заходит, находится музей янтарного комбината. То есть вот основное наше производство – это янтарный комбинат, янтарная. Соответственно, здесь гарантированные цены какие-то есть, а люди всегда хотят янтарь привезти в подарок. Вот здесь можно этот янтарь для тех, кто хочет купить. Далее мы едем от площадки в сам поселок с очень интересной архитектурой, сохранившейся полностью тоже довоенной архитектурой, с шикарным парком Быкер и с самыми широкими на территории Калининградской области, как я говорила, пляжами, с пляжем, которому присуждено звание, я не знаю, присужден голубой флаг, имеет награду голубой флаг. Есть у нас такой пляж в янтарном и есть в Крыму, и больше у нас в России нет таких пляжей. Вот здесь есть возможность сезон, мы даем свободное время, можно даже покупаться, позагорать немножко на этом пляже. И здесь же в янтарном у нас проходит мастер-класс янтарных дел мастер, где туристы сами себе собирают на память янтарные украшения. Это, как правило, браслет из необработанного янтаря считается самым полезным, необработанный янтарь, потому что у него есть эта окислительная пленочка, и для людей, у кого там проблемы с щитовидкой, проблемы со здоровьем, он действительно оказывает положительное воздействие. Если янтарь обработанный, уже ошлифованный, он только красивый, но уже не полезный. А здесь мы из необработанного янтаря создаем себе вот такой браслет. Это был блок экскурсий на побережье. Перейдем к экскурсиям по Калининграду. На самом деле у нас большой ассортимент экскурсий по Калининграду, они проходят в разное время года, но в этот сезон летом мы оставили только одну. Я вам кратко про другие могу проговорить? У нас есть экскурсии и ориентированные на оборонительные сооружения, и экскурсия в вкусный Кёнигсберг, куда входит большое количество дегустаций, пивная дегустация, дегустация марципана, дегустация марципановых напитков. Есть экскурсия штурм Кёнигсберга, посвященная именно штурму города, но это тематическое, мы 9 мая обычно приурочиваем. Есть экскурсия в Калининграде, это расширенная экскурсия по городу с посещением музеев. В сезон мы решили в этот сезон немножко сократить количество именно по Калининграду экскурсии. Оставится одну самую популярную, это обзорная экскурсия по Калининграду. Автобусная экскурсия, автобусно-пешеходная экскурсия с посещением всех основных достопримечательностей города. Мы обязательно осматриваем эко-федральный собор, остров Канта, осматриваем наши городские ворота, это внутреннее оборонительное кольцо Кёнигсберга, осматриваем башни наши, оборонительные башни Донны и Вранги. Вот смотрите, на левой фотографии вы видите башню, нашу башню Донна, на правой фотографии вы видите одни из городских ворот, предгрейсбургские ворота. На центральной фотографии это наш знаменитый Королевский собор. Мы едем также в район сохранившихся немецких вилл, потому что, как я говорила, город был полностью почти разрушен на 95% во время войны, а вот окраины города, они сохранились, и Кёнигсберг в том виде, в котором он был, можно увидеть только на окраинах. И в один из таких районов, сохранившихся немецких вилл, мы едем, и производит он всегда очень-очень неприятное впечатление на туристов. Экскурсия у нас небольшая, четырехчасовая, ну, не считая времени приезда, если люди не в Калининграде, которые еще живут. И после экскурсии есть свободное время, когда люди могут по желанию сами посетить либо Калининградский зоопарк, на старейшей в стране зоопарк, очень-очень классные там вольеры, очень здорово его посетить, всегда бывает, взрослым и детям приятно. Либо можно посетить музей Мирового океана, это один из самых знаменитых музеев Калининграда. Форты не разрушены. Вы спрашиваете, как можно было разрушить форты? Разрушен был город, жилые постройки. Форты – это внешнее оборонительное кольцо с Кёнигсберга. Оно обрамляет город. Город находится внутри. И форты как раз не пострадали во время войны. Старые названия городов паромантичные. Ну, да, наверное, сейчас уже никто не будет переименовывать города. Но вот мы всегда употребляем оба названия. У нас у каждого города в Калининградской области два имена. И ставим дальше. Загородные экскурсии. Одна из экскурсий, очень популярных у наших туристов, одна из самых вкусных наших экскурсий в прямом смысле слова – это экскурсия дорогами королей. Мы посещаем два города. Город Советский – это бывший Тильзит, и город Неман – это бывший Рогнит. Город Советска. Ну, вы наверняка слышали название города Тильзит. Да, это с исторической точки зрения очень громкое название. Тильзитский мир там знаменитый был заключен. И это город, куда мы едем, чтобы поговорить про историю. Историю начала XIX века, историю Восточной Руси. Здесь сохранившаяся немецкая архитектура. Центр города отреставрирован. Домики там есть и средневековые даже домики. Такая прям старинная архитектура. Очень приятно погулять. На левой фотографии, видите, расположенный в Советске знаменитый мост королевы Луизы. Мост соединяет территорию Российской Федерации и территорию Литвы. И прямо на мосту находится пограничный переход. Такой одна тоже интересный факт. Сейчас, в этом году, в Тильзите, в Советске, отреставрирована набережная вдоль реки, откуда прекрасный вид на мост открывается. И там очень приятно сейчас погулять. И после того, как мы гуляем по Тильзиту, после того, как мы с ним знакомимся, знакомимся с его пешеходной зоной, с реставрированными домами, мы переезжаем в город Неман, в город Рапник, где находится ровинированный замок XV века, замок Тевтонского ордена. Я, кстати, вспомнила, что про историю города должна была рассказать. Давайте тогда после экскурсии расскажу. Руинированный замок XV века. Сейчас от него остались стены внешние, часть внутренних стен. Причем печальная такая особенность в том, что замок после войны, он был практически в идеальном состоянии. Он почти не пострадал. Замок разрушили, когда в советские времена здесь снимали фильмы про войну. И здесь, так как это была такая идеология, было такое отношение, что это все немецкое, это все не свое, это все фашистское. Замок просто использовали как декорации, и потом, чтобы не строить декорации, не взорвать их, просто взорвали в замок, когда в фильме нужен был взрыв. Поэтому замок сейчас не в самом лучшем состоянии находится, но он активно восстанавливается. Сейчас разрабатываются очень интересные проекты с участием замка. И вот в мае этого года там должен был проходить шикарный средневековый фестиваль. И, к сожалению, на нее определенный срок из-за всех событий нынешних переносится. Но я думаю, что еще несколько лет, и замок будет в хорошем состоянии находиться, и там действительно очень классные события можно проводить. В рамках экскурсии мы этот замок обязательно осматриваем. А еще мы посещаем находящуюся там же нашу сыроварню. Сыроварня называется Deutsche Schaus. Там производят сыры элитных сортов. Там во время экскурсии у нас происходит дегустация этих сыров, что очень интересно. У нас есть две разновидности этой экскурсии. Экскурсия обычная и экскурсия праздничная. Вот на праздничной дате помимо дегустации сыров мы еще проводим там мастер-класс по сыроварению. Сыроварение, правильно сказать. И люди, туристы, сами себе создают сырную головку, которую они с собой потом вводят. Тоже очень увлекательное занятие. И здесь же можно обед заказать, потому что экскурсия на полный день. Люди успевают проголодаться. После кому-то дегустации не хватает. Можно пообедать как раз множеством сырных блюд. Можно не сырных, конечно, но я как любитель сыра всегда выбираю сырный. Вот такая у нас интересная экскурсия. Следующая экскурсия. Экскурсия на Переклёвский веков, Гвардийский, Буревский район. Это одна из тех экскурсий, которые мы можем рекомендовать людям, которые приезжают в Клинградскую область. Обед входит в стоимость экскурсии? Нет, обед в стоимость экскурсии не входит, если это не праздничная экскурсия. В праздничные экскурсии входит питание. Вне праздничной экскурсии питание оплачивается на месте, непосредственно в ресторане. Дополнительная оплата, как правило, это 350-450 рублей в зависимости от маршрута. Комплексная обеда. Экскурсия на Переклёвский веков. Возвращаясь. У нас люди, когда приезжают в Клинград, они часто говорят, покажите нам замки. Одной из таких печальных особенностей является то, что замков у нас на территории Клинградской области Тевтонского ордена огромное множество, но они все находятся в районированном состоянии. И единственный полностью сохранившийся замок, вот вы его здесь видите на правой фотографии, это замок Тепиалы. Увидеть пока что нельзя, посетить нельзя, увидеть можно, потому что там находится действующая тюрьма. Сейчас разрабатывается проект, по которому тюрьма будет переселена, переведена в другое здание, а замок будет по-туристически нужно использоваться. Но это потребует еще несколько лет, поэтому вот пока что так. Но это одна из экскурсий, которую мы рекомендуем людям, которые хотят посмотреть замки Тевтонского ордена. Здесь мы видим целых два замка. Мы посещаем замок Вальдау, он частично руинированный, в нем находится музей в Восточной Пруссии. Мы его посещаем и осматриваем. Внешний замок Тепиалы, в котором, как я сказала, находится сейчас действующая тюрьма. Кроме того, мы посещаем две средневековые кирхи, кирха Арнау и кирха Хайлигенвальды, обе 14 века постройки. Католическая и Литуранская кирхи. И здесь мы посещаем, во время этой экскурсии, посещаем действующий православный монастырь, монастырь иконы Богоматери Державная. Тоже очень интересный партнер архитектуры, потому что это частично новое здание с классической архитектурой православной. Частично это здание еще немецкие, с классической архитектурой, они все вот в один монастырь объединены. По тематике эта экскурсия рассказывает про историю смены религии на территории Восточной Пруссии. Она ни в коем случае не религиозная экскурсия, не паломническая, но очень интересно узнать о том, как много всего изменилось здесь. Потому что у нас сначала область была в Восточной Пруссии, Кюнигсберг был основан орденом тектонским. Это было орденское, то есть религиозное государство. Тектонский орден пришел сюда в XIII веке. Он всех пруссов, коренное население Восточной Пруссии, он их ассимилировал. Частично они были уничтожены, частично они ассимилировались, поэтому такой народности, как Пруссы, сейчас не существует. Прусы были язычниками. Соответственно, первая религия, которая у нас на территории была здесь, в Восточной Пруссии, это язычество, которое затем католическим тектонским орденом сменилось. Тектонский орден был расформирован, стал светским, Восточная Пруссия стала светским государством, и в то же время приняла лютеранство, и оставалась по большей части лютеранским государством, хотя здесь не было никаких гонений на представителей других религий, но тем не менее, в основном лютеранским государством было, вплоть до того момента, когда пришла Вторая мировая война. И когда сюда пришел Советский Союз, область стала самой атеистической областью на территории Советского Союза, потому что здесь не было ни одного православного храма, здесь были только католические лютеранские кирхи, которые использовались как склады, как клубы, соответственно, религиозных учреждений здесь не было вообще. Ближайшая церковь была на территории Литвы. Из Советского Союза те, кто хотели крестить детей, они их тайком возили в Литву. И потом уже ближе ко времени распада Советского Союза, когда пошли послабления, сюда все-таки пришла православная религия. И вот об этом, в том числе и об этом, а также про историю Восточной Курсии в целом, рассказывает как раз эта экскурсия, рассказывает и показывает, это очень интересно. Следующая экскурсия, мы ее ставим в этом году, она у нас была такая экскурсия три года назад, потом мы ее убирали, сейчас мы ее переработали, переформатировали и поставили снова. Экскурсия на самом деле очень интересная. Здесь, кстати, опечатка. Маршрут в город Черняховск, неправильно, маршрут в город Гусев. Очипятка, не обращайте внимания. Экскурсия в город, который находится на самом востоке Калининградской области, и вот как раз почему мы ее то ставим в программу, то убираем, потому что ехать туда далеко, экскурсия за счет этого не самая дешевая получается. Но очень интересная, потому что мы едем в город, расположенный на самом востоке Калининградской области, который совершенно не пострадал во время войны. Если когда мы ехали на побережье Балтийского моря, эти города не пострадали во время войны. Мы видели архитектуру курортную, архитектуру малых курортных городов Санвийского полуострова. Здесь мы видим архитектуру немецкого города, довольно крупного, большого города, не пострадавшую абсолютно, восстановленную, потому что большая часть домов отреставрированы. И город с очень богатой историей, на самом деле, мы видим. Здесь большое количество наполеоновских войн, стражений проходило. Бумбининская битва здесь периодически, раз в год проходит реконструкция Бумбининского прорыва. Но во время экскурсии мы, конечно, реконструкцию не видим, мы уже не раз в год на экскурсию ездим. А вот сам город мы увидим прекрасно, узнаем историю этой территории, посетим очень интересный музей Бумбинина, казалось бы, такой маленький городок, ну, по нынешним меркам, и такой интересный музей. На музей было выделено, выграно большое количество европейских грандов, и музей действительно очень достойный. Он интерактивный, у него очень интересная экспозиция, поэтому его интересно посетить. Здесь же находится старинная фреска, которую тоже очень интересно осмотреть. В целом архитектура города очень-очень интересная. Мы действительно в такой европейский городок едем. В общем, стоит того, чтобы отправиться в это не очень близкое путешествие. Вот, в общем, кратко список всех экскурсий, которые в летнюю программу у нас ходят. У нас бывают еще... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Бывает, что у нас одно название, у туроператора другое название. Рассказываю. У нас сейчас перед вами таблица туров по Калининградской области, которые включают все эти экскурсии в разных комбинациях, о которых мы с вами раньше говорили. Туры летом у нас делятся на две категории. Это туры с проживанием на побережье и туры с проживанием в самом Калининграде. Вот на первой страничке у нас туры с проживанием на побережье Калининградской области. У нас есть различная продолжительность туров. Видите, минимально это 5 дней. Есть 9-дневные у нас программки. Есть 11-дневные программки. Мы живем в Светлогорске, в городе, о котором мы с вами уже довольно много поговорили. Здесь можно и во время этих туров, есть свободные дни, когда можно покупаться, позагорать. Есть дни, занятые экскурсиями. Это такая рекреационная, экскурсионная программа. Здесь можно и отдохнуть, можно и набраться новых знаний и впечатлений, посетив экскурсии. Про гостиницы, в которых мы проживаем, я расскажу чуть позже. Подробно останавливаться на каждом туре не буду, потому что вряд ли это сходу все запомнят, в какой тур какие экскурсии входят. Легче вернуться будет к этой табличке или к программам туров и посмотреть еще раз. Если вопросы будут, говорите. Разные дни заезда, разная продолжительность туров и разные гостиницы, в которых мы проживаем. Есть программа с проживанием в Калининграде. Это программы трехдневные, четырехдневные. Есть программа такая универсальная, которая подходит всем. Если люди не знают, у них какой-то неудобный прилет, неудобный вылет, продолжительность какая-то непонятная. Ну, например, прямое авиасообщение или отпуск посреди недели, можно точно говорить, что вам подойдет тур «Янтарный вояж», потому что это такой универсальный, цитричный тур продолжительностью от трех дней, двух ночей до восьми дней, семи ночей. Соответственно, доп. ночи можно к любому из наших туров заказать, если люди хотят дольше остаться или если у них там по прилету-вылету как-то неудобно получается. «Янтарный вояж», только на нем останавливаюсь, просто и не буду говорить, «Янтарный вояж» входит все экскурсии, исключая день заезда. То есть мы выбираем тур любой продолжительностью, знаем, что в день заезда у нас день свободный, а все остальные дни, они включают экскурсионную программу. Летом у нас экскурсионная программа построена таким образом, что в один день может быть несколько экскурсионных программ, маршрутов, например, экскурсия в «Янтарный» и экскурсия в «Калининграде». Вот туристы выбирают, сейчас про это расскажу, туристы выбирают сами, какая экскурсия нужна будет им из ассортимента всего представленного, и когда вы заказываете этот тур, нужно нам отправить список экскурсий, которые туристы хотят включить в этот тур, чтобы мы именно на эти экскурсии туристы записали. Это касается тех дней, когда несколько экскурсий входят. Цена на ребенка до трех лет, ребенок у нас полностью бесплатный, он бесплатно и в автобусе ездит, бесплатно в гостинице живет. Далее у нас по умолчанию, у нас цена на туристов, на детей такая же идет, потому что место в автобусе не занимает, в зависимости от возраста ребенка может быть сделана скидка по входным билетам. То есть где-то у нас входные билеты взрослым стоят дороже, детям дешевле, а мы в каждом конкретном случае по каждому маршруту можем скидку на ребенка предоставить отдельно, прописываться. Также у нас сформированы туры для корпоративных и школьных групп, не будем на них останавливаться подробно. Скажем только, что все программы, которые у нас представлены для сборных групп и программы, которые не представлены для сборных групп, потому что это корпоративные, здесь люди выбирают сами все, что они хотят. Вот любую программу можно для организованной группы собрать, заказать, забронировать. Сюда уже входит стоимость бесплатных сопровождающих, на 10 человек, один бесплатный сопровождающий. Сюда входит стоимость уже питания, двухразовые, завтраки, обеды, все входные билеты, все мастер-классы. Здесь уже стоимость включены. Есть для тех, кому интересно, просто пришлете запросы, вам отправят эти программы. Есть сформированные типовые программы на корпоративные и школьные группы. Это значит, что вам не нужно по каждой программе ждать индивидуальный расчет. Вы берете программы, посчитанные шагом в 5 человек, по-моему, в 5 у нас посчитанные, то есть на 10, 15, 20, 25, 30, 35 и так далее, до 50 человек, посчитанные стоимости. Вы можете туристов, ваших заказчиков уже сразу по стоимости, не обращаясь к нам, сориентировать, а потом уже, когда им захочется что-то добавить, что-то убрать, уточнить по наличию номеров, и тому подобное, там уже может делаться пересчет и персонализация программы, так скажем. Так, ну, пойдем дальше. Сейчас я вам кратко расскажу про гостиницы, которые у нас входят в туры. Про остальные гостиницы рассказывать не буду. У нас огромное множество гостиниц. У нас их было всегда много. У нас к чемпионату по футболу 2018 года были построены еще новые гостиницы. Большое количество сетевых отелей у нас есть. Поэтому, когда мы говорим про бронирование просто гостиниц, вы заходите на сайт, смотрите, выбираете там гостиницу в ассортименте, в огромном представлении. Сейчас я вам расскажу кратко только про гостиницы, которые входят в туры. Первая гостиница, минимальная у нас ценовая категория, это гостиница «Пруссия». Гостиница официально имеет три звезды. Есть у нее особенность. Если мы от остальных гостиниц собираем на экскурсии либо прямо от гостиницы, либо в пешей доступности от гостиницы точка посадка находится, то вот гостиница «Пруссия» у нас находится территориально так, что автобусы экскурсионному туда ехать очень неудобно. Туда и заезжать нужно, а потом разворачиваться и выезжать. Поэтому от этой гостиницы туристам приходится до места посадки на южный железнодорожный вокзал, добираться самостоятельно. Это три остановки на автобусе. Можно также такси вызвать. У нас такой очень бюджетный такси в Калининградской области. Можно на автобусе проехаться. Три остановочки. В этой гостинице завтраки в стоимость не входят. Они оплачиваются дополнительно, либо они оплачиваются на месте, либо они заказываются предварительно. 350 рублей, насколько я помню, стоит завтрак. В программах это все подробно, стоимость допуслов прописана. Гостиница соответствует категории три звезды. Но я скажу, как бы, у нас есть три звезды плюс гостиница, есть просто три звезды. Вот это просто три звезды, она не самая новая. При этом у нас в Калининграде, в Калининградской области, вообще все гостиницы очень-очень достойные. По соотношению цена и качество всегда они лучше, чем многие российские гостиницы. Я больше скажу, что мы много лет подряд, по этому году, не знаю, подводила статистика или нет, а так много лет подряд, мы по версии различных интернет-порталов занимали, Калининградская область занимала первое место в России по соотношению цена и качества, средств размещения, и 14-е место в мире мы занимали. То есть это очень хорошие показатели. У нас действительно очень классные гостиницы, хорошего уровня по хорошей цене. Гостиница в таком эко-стиле выполнена, там деревянная отделка внутри, отель небольшой, на небольшое количество номеров, там тихо, находится он в спальном районе города, рядышком находится небольшой кинотеатр, куда туристы могут сходить, ну и остановка общественного транспорта, откуда они до центра города могут запросто доехать. Следующая гостиница, это гостиница академическая, также три звезды в гостинице, отель относительно новый, принадлежит он учебному заведению, но стандартные качества под три звезды везде соблюдаются, здесь есть система кондиционирования везде, у нас нет такой жары прям как на югах, но бывает, что кондиционер очень даже не лишний бывает, и это плюс гостиницы, что здесь есть кондиционер во всех номерах, соотношение цена и качество очень разумное, гостиница бюджетная по цене, при этом категория три звезды соответствует. От этой гостиницы, я вам сразу давайте буду говорить, где точки посадки, чтобы потом не застрять на это внимание, от этой гостиницы можно либо пройти пешком до места посадки, 10-15 минут пешком, немножко придется прогуляться, либо можно сесть на автобус и две остановочки проехать, две небольшие остановочки проехать до места посадки на экскурсию. Следующая гостиница, это гостиница Берлин, также три звезды, расположена она рядом с Южным железнодорожным вокзалом, от гостиницы посадка осуществляется от ЖД вокзала, Южный ЖД вокзал, соответственно, нужно будет пройти до него, это порядка 7-10 минут пешком, в зависимости от того, кто как быстро ходит. Также отсюда можно легко добраться до основных городских достопримечательностей, либо на общественном транспорте, либо кто любит прогуляться, здесь можно пешком пройти, в общем-то отель был, по-моему, он у нас в 2015 году построен, могу ошибаться, но точно так уже все отели немножко смешались, в 2015, то есть отель новый, отель, ну, относительно новый, 5 лет, в завтраке здесь стоимость не входит, они оплачиваются дополнительно, по желанию за дополнительную плату можно их заказать, и либо на месте, либо предварительно так же оплатить. И еще одна гостиница, которая в Калининградской линейке гостиниц у нас есть, это отель Дона, отель 3 звезды, у него шикарное расположение, он находится в центре города, на площади Василевского, напротив гостиницы находится знаменитый музей мирового, прошу прощения, знаменитый музей янтаря, башня Дона, Расгартенские ворота, то есть вот такие значимые исторические достопримечательности Кёнигсберга, забираем от этой гостиницы, прямо от гостиницы, либо на остановке в гостинице, либо нужно через дорогу перейти, ну, максимум 5 минут пешком, в зависимости от того, в какую сторону мы едем, мы едем на экскурсию в город, или мы едем на экскурсию из города на побережье. Завтраки здесь... Да, Елена, вы хорошо осведомлены, я вас сакцентирована на это внимание. Завтраки здесь стоимость входит, завтраки всегда шведский стол, с бассейнами отели вообще в Калининградской области есть, но они не входят в линейку отелей, которые мы по турам предлагаем. Здесь находится один из самых... Как приятно, что вы очень хорошо знаете отели наши, их область Калининградская. Да, Елена говорит, что здесь есть стеклянные стены в санузел, есть номера категории полулюкс в отеле Дона, где есть либо стеклянная дверь в санузел, либо полностью стеклянная стена в санузел. И по словам администрации отеля, эти номера пользуются хорошей популярностью. Но не пугайтесь, по умолчанию мы эти номера нашим туристам не предлагаем, поэтому не будет такого сюрприза, что туристы приехали по туру так просто, а тут стена стеклянная. Нет, это всегда заранее оговаривается, если туристы хотят, конечно, можем такой номер для них запросить. И Оксана пишет, со стеклянной стеной это полулюксы. И Оксана пишет о том, что здесь находится один из самых дорогих ресторанов в городе. Действительно, это так. Ресторан называется Дольчирита. Очень статусное заведение. Но это не значит, что туристам, проживающим в Доне, придется всегда очень дорого... Извините. Очень дорого кушать и всегда высокую кухню. На самом деле, есть ресторан в самом отеле, который работает на завтрак, в завтраке включены в стоимость, как я говорила, есть напротив гостиницы несколько ресторанов, рядышком расположены. В том числе, очень хороший гриль ресторан «Базилик». Есть рядышком в соседнем здании ресторан «Плюшкин». Есть несколько кофеем, поэтому проблем с тем, чтобы покушать и бюджетно, и вкусно, здесь не будет. Не пугайтесь тем, что здесь Дольчирита находится, и значит, нужно будет только в смокинге выходить на завтрак. Нет, это не так. И еще одна гостиница, последняя из линейки гостиниц, которая у нас в Калининграде, по Турам Калининградским представлены. Это гостиница «Турист». Гостиница категории «Три звезды». Люди у нас часто пугаются названию, немножко советское название. Люди говорят, здесь будет какая-то савдейка. На самом деле, все не так. Гостиница, и мы старательно рушим этот стереотип, потому что отель действительно очень достойный по соотношению цена-качество, по расположению. Он находится на улице Невского до площади Василевского, как раз где находится отель дома, со всеми перечисленными ранее достопримечательностями. Можно дойти пешком за 15 минут, либо можно сесть на общественный транспорт и доехать существенно быстрее. Здесь в отеле находится хороший ресторан. Завтрак, шведский стол входит в стоимость. Гостиница «Три звезды плюс». В стоимость также входит в пользование тренажерным залом. Номера обновленные. Находится отель прямо на набережной верхнего пруда, верхнего озера с его отличной прогулочной зоной. Прямо шикарно. Там очень приятно погулять. Поэтому тоже очень хороший выбор для туристов. В общем, в линейке калининградских отелей – это все. Давайте теперь перейдем на побережье и кратко про отели побережья расскажу. В этом году их не так много, как было ранее. Очень большой спрос на лето этого года идет. Гостиницы от разных проектов бронируются. Поэтому мы представляем здесь отели, на которые у нас есть квота. Это гостиница «Лазурь». Гостиница категории «Две звезды». Экономный вариант. На самом деле у нас прописано «Две звезды». Это немножко устаревшая информация. Они официально на одну звезду классифицированы на самом деле. Но это не значит, что там грязно, темно, бегают клопы и тому подобное. Нет, гостиница очень чистая. Гостиница в хорошем состоянии поддерживается. Там очень хороший персонал. Но это гостиница эконом-класс. Там очень простые кровати. Там очень фотографии. Вот здесь нет детализации по фотографиям номеров. Не успела их просто добавить. Вы можете на сайте посмотреть. Там фотографии актуальнее все. Три категории номеров здесь есть. Это номер стандарт с раздельными кроватями, с двуспальной кроватью. И номер, в котором есть двуспальная кровать и двуспальный диван. Завтраки входят в стоимость. Оксана пишет, что в Светлогорске можно заселяться в любой отель, любой категории. Все очень достойны. На самом деле, не только в Светлогорске, а вообще в целом в Калининградской области. Все отели, с которыми мы работаем, да вообще почти все отели, которые у нас вообще представлены, мы просто почти со всеми работаем. Это гостиницы очень хорошие, с очень хорошим качеством. В групповых экскурсионных сборных туров гостиницу можно выбирать. Вы, когда заказываете тур, там есть варианты с выбором гостиницы. На каждую гостиницу своя цена есть. В каких-то гостиницах в завтраке входят стоимость, в каких-то не входят стоимость. И вы можете выбрать тур с той категорией гостиницы, которая вам нужна. Вернемся к глазури. Здесь входит стоимость завтрака. Завтрак континентальный. Гостиница находится рядышком, ну, как все в Светлогорске, рядышком с морем. Находится до спуска к морю 10 минут пешком, таким неторопливым шагом. Забираем на экспурсии прямо от гостиницы. Автобусная остановочка находится рядом с гостиницей. Мы оттуда забираем, поэтому идти никуда не придется. Здесь же проходит, это фишка такая, Светлогорска, туров с проживанием на побережье. Если в Калининграде мы информационные собрания не проводим, для туристов, которые приезжают, они только информационные письма получают, то во всех гостиницах на побережье мы проводим собрание. Скажите, пожалуйста, как меня слышно и видно, потому что мне сейчас пишут, что у меня не очень хороший интернет. Нормально, да? Если станет плохо слышно, вы мне напишите, я отключу камеру просто, буду только говорить. Это мне тут компьютер советует отключить камеру. Ну, отлично. Если все слышат, видят, значит, не будем. В поисковике нет этих отелей, по Калининграду тоже. Но мечты нет, потому что он работает только, он у нас есть только в системе туров. Там только под жесткую квоту можно выкупать номера. Там некоторые особенности есть. Остальные отели должны быть. Возможно, там на какие-то даты просто нету, уже не свободны. У нас проходят в Светлогорске информационные собрания, когда представитель на курорте для всех туристов, привыкших в гостиницу, проводят информационную встречу, рассказывают про все особенности пребывания на отдыхе. Также там небольшие сувениры, сумочки колщовые, расписание экскурсий. Все туристам выдается, чтобы они себя наиболее комфортно чувствовали. Такое информационное собрание проводится как раз обычно в гостинице «Лазу». Но так как все гостиницы в пешей доступности друг от друга находятся, туристам не представляет сложности в гостиницу прийти и там поучаствовать в этой встрече. Следующая гостиница – это социально-здоровительный центр «Мечта». Она появилась у нас в этом году только. Особенность – это очень-очень низкие цены. При том, что там все чисто, светло, красиво, там цена очень низкая. Соответственно, на базе «Соц. Мечта» самые бюджетные туры, получается. Есть одна особенность, о которой, возможно, стоит предупредить туристов, кому-то может это напугать. На базе этого же социально-оздоровительного центра действует дом престарелых. Дом престарелых и наши туристы, они находятся на разных этажах, они друг от друга разведены, там нету дома престарелых. Именно социально-оздоровительный центр, то есть временного пребывания, типа санатория для людей старшего возраста. Здесь туристы наши и проживающие в социально-оздоровительном центре, пенсионеры, они разведены, они не участвуют в общих каких-то мероприятиях. Но, может быть, для кого-то, если это какая-то молодежь едет, может быть, для них это будет некомфортно, неудобно, поэтому их лучше предупредить. Так как большое количество туристов, порядка 60%, которые участвуют, ну, может, не 60%, может, 50% людей, которые участвуют в сборных турах, это люди как раз пенсионного возраста или предпенсионного возраста, то обычно не бывает никаких проблем. Я вам сейчас цену по памяти не скажу, я могу чуть позже открыть у себя программу и посмотреть, вам сказать, либо на сайте посмотреть. Давайте я все проговорю, а потом я вернусь к вопросам. Если я забуду об этом вопросе, вы мне, пожалуйста, напомните, я открою у себя программу и скажу, потому что я не хочу вас обмануть, а чтобы была точная, точная цена, лучше смотреть все-таки по бумажечке. Соцмечта находится в поселке Отрадное. Поселок Отрадное территориально относится к городу Светлогорск, тем не менее он находится в некотором отдалении. Можно либо пройти до Светлогорска пешком, это займет порядка 15-20 минут, либо можно проехать на общественном транспорте, который там регулярно курсирует. Забираем в пяти, даже меньше, там, три минуты ходьбы от мечты туристов на экскурсии в поселке Отрадное. В отличие от самого Светлогорска, в Светлогорском есть неплохой песчаный пляж, поэтому, да, там меньше туристической инфраструктуры, меньше ресторанов, ну, тоже расстояния смешные, чтобы добраться до центра Светлогорска, где все это есть. Но при этом там можно выйти прямо из номера, пойти на пляж и отлично покупаться. Следующая гостиница, давайте в порядке увеличения цены буду говорить, следующая гостиница – это гостевой дом Ланвиль. Это небольшой, очень уютный гостевой дом, без звезд, у него всего 11 номеров, поэтому он пока что не проходил, в этом году у него нет обязательной сертификации, к следующему году должна будет уже появиться, соответствует категории 3 звезды, очень комфортно, и завтраки в стоимость не входят, их можно за дополнительную плату заказать, либо можно в одном из многочисленных кафе-ресторанов Светлогорска завтракать, здесь их очень много. находится он в центре города Светлогорск, рядышком с пешеходной зоной Светлогорска, забираем от этой гостиницы, мы от ЖД вокзала Светлогорск-2, это порядка 10 минут пешком до гостиницы, в зависимости от скорости ходьбы людей. И гостиница Универсал, 3 звезды плюс, ближе к четверке, на самом деле, гостиница, которая постоянно обновляется, там проводятся постоянные реновации, появляются новые корпуса, и она с каждым годом становится только лучше и лучше, большое количество иностранных туристов, немцев предпочитает эту гостиницу, они традиционно отдыхают, и у нас там тоже есть неплохая кода номеров, за счет чего мы эту гостиницу можем своим туристам предлагать. Заврики, шведский стол, ходят в стоимость от гостиницы, на экскурсии мы забираем от ЖД вокзала Светлогорск-2, также Заврики, да, там шикарные, небольшое спа, там не совсем спа, там савна. Универсал, да, отличная гостиница, реально, правда, очень хорошая, и там всегда очень быстро заканчиваются места, поэтому, понятно, что сейчас люди не очень активно бронируются, но вот как только начнут бронироваться, если кто хочет в универсал, нужно советовать им поторопиться. Очень здорово, на самом деле, в общем, всегда отличный опыт вызывает об этой гостинице. Забираем от ЖД вокзала Светлогорск-2, чтобы буквально в двух минутах пешком от гостиницы буквально спуститься под горочку уже у вокзала, и, соответственно, там же, где находится у нас ЖД вокзал Светлогорск-2, находится главная пешеходная улица Светлогорска с большим количеством ресторанов, кафе, частные музеи там расположены. Соответственно, очень приятно будет прогуляться, и до спуска к морю максимум 10 минут, тоже если не торопиться. Про гостиницы Светлогорска все. Видите, у нас небольшой в этом году ассортимент, именно под туры 4 отеля. Это те отели, которые мы смогли взять и выделить. Воду именно под туры, но они гарантированные. И на любую ценовую категорию, на любой кошелек. Кратко, продал послуги. Что мы можем еще к туру заказать? Во-первых, это дополнительные ночи в гостинице, дополнительные ночи под запрос, можно заказать к любому отелю. Если бывают такие ситуации, когда в отеле Светлогорском дополнительной ночи нет. То есть мы живем в универсале, мы хотим доп. ночи до или после заказать, а так как спрос на побережье в сезон очень-очень велик, то бывает, что доп. ночи нет. Есть вариант такой, как мы периодически предлагаем туристам, заказать доп. ночи в самом Калининграде. То есть люди прожили там 9 дней, скажем, в Светлогорске, и одну ночь до или там одну ночь после, или сколько ему хочется, можно заказать в Калининграде. Там не так все страшно бывает с загруженностью отелей, хотя в последнее время у нас все раньше и раньше распродаются номера, но все-таки можно будет найти доп. ночь и там поселить туристов. По доп. ночам, ну бывает, что предлагаем доп. ночи с переселением, то есть весь тур люди живут в одном номере и переселяются, но это всегда заранее, дополнительно согласуются. И, как правило, запрашивайте просто доп. ночи, если что-то не получается предложить в этом же отеле без переселения, мы просто предлагаем вам вариант. Это все решаемо всегда. Завтраки в гостинице. В каждом отеле есть ресторан или кафе. Заказ завтраков, если они не входят в стоимость номера, делается либо туристам самостоятельно на стойке рецепции, либо можно предварительно заказать и оплатить питание. Стоимость завтраков в описании тура по каждому отелю прописана. По умолчанию шведский стол у нас идет в отелях, Дона, усадьба, турист, континентальный завтрак в гостинице в Пруссии, Лазурь, Академическая, Мечта и Ланвей. Есть ситуации, когда в зависимости от загруженности отеля завтрак меняется. Если большое количество людей, это шведский стол, если маленькое количество, то это континентальный. Но вот те отели, которые у нас по туру представлены, здесь это фиксировано. Дона, усадьба, туристы – это всегда шведка, континентальный – это всегда остальные гостиницы. По поводу трансфера. Про трансфера. Трансферы в стоимость индивидуальные не входят. Ну, вообще никакие не входят. Если трансфер туристы желают заказать, они могут это сделать предварительно. Обязательно трансфер туда, навстречу, всегда предварительно заказывается и оплачивается. Обратно можно на месте заказать. Но если заранее будет заказано, это, конечно, удобнее и для туристов, и для нас, и для вас. Я думаю, что будет удобнее. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или на ЖД вокзале с табличкой с фамилией туриста. В аэропорту встречаем в зале выхода из зоны получения багажа, а на вокзале встречаем и вагоны, если вагон указан предварительно. Соответственно, из этого следует, что нам нужно обязательно заранее по туристам дать данные. Это их мобильный телефон, по которому можно будет с ними связаться, если они вдруг не пришли, на трансфере их не видят. И даже если не заказываете трансфер, все равно нужен мобильный. Для того, чтобы трансфер гид при посадке на экскурсию, если он не видит туристов, он мог им позвонить, спросить, где они находятся, и ездить они вообще на экскурсию, чтобы не вышло так, что мы туристов не нашли, мы ждем 15 минут по регламенту, потом мы уезжаем, и мы не смогли с ними связаться, они не попали на экскурсию. Они там стояли с другой стороны сосны, ну, образно говоря. Поэтому телефон мобильный туристов обязательно указываем. Также туристам даем наши телефоны, экстренные связи, они здесь указаны, и при оформлении заявки вам они тоже всегда отправляются, поэтому у меня у вас всегда есть, можете не обязательно отсюда записывать. 388, 388 там должно быть, 388-305, отчетка. Елена пишет, второй номер телефона, цифры не хватает. Спасибо за внимательность. 890-62-388-305. Время ожидания после прибытия самолета или поезда составляет 1 час. Автобусы тоже указаны, бывает, что там на автобусе приезжают, но это из Европы к нам на автобусе едут, из России автобусы не ходят, поэтому не стоит актуальна для нас информация. Как правило, мы говорим про трансфер либо аэропорт, либо ЖД вокзал. После прибытия рейса либо поезда мы ожидаем туристов еще 1 час. Разумеется, мы с ними связываемся по телефону, уточняем, где они находятся. Служба трансферов самостоятельно отслеживает время прибытия самолета или поезда. Если идут какие-то задержки, переносы, мы сами следим за этим и корректируем, соответственно, время оказания трансфера. Ну, если туристы, у них какие-то проблемы, они там не смогли попасть на рейс или еще что-то, написать второй телефон. Пишу. Ну, вроде как написала, должен в чате появиться. В случае задержки рейса мы ожидаем туристов до 12 часов. При азиуслуге трансфер водитель помогает нести чемоданы и заселяет туристов в отель. То есть это не как такси, что мы просто встретили, довезли, высадили и дальше разбираетесь. Водитель присутствует при заселении туристов и контролирует, чтобы все происходило верно. Ну, традиционно трансфер стоит немножко дороже, чем такси, если бы турист самостоятельно заказал, но предоставляет большее количество удобства сервисов, поэтому туристы сами выбирают уже, как им удобнее. Кто-то хочет в бюджетнее, но сам, кто-то хочет, чтобы его встретили, весь комплекс услуг оказали, тогда можно заказать трансферы, там не критическая разница в цене. Так, что-то у нас было еще. Технология приема туристов. Это места посадки на автобусы, экскурсионные. Я про них говорила, когда я рассказывала про каждую гостиницу, поэтому, наверное, заново не будем на этом останавливаться. Просто для себя потом вебинар, я думаю, что вам пришлем, да, запись вебинара, и потом для себя, если эта информация будет актуальна, сохраните и сможете табличкой это пользоваться. Как выглядит вообще технология приема туристов, как выглядит весь процесс, когда туристы к нам приезжают по туру. Мы говорим сейчас именно тур, включая... Нет, места в автобусах мы не бронируем, у нас места распределяются по времени заказа тура и экскурсии. То есть, кто у нас первый забронировал, тот у нас впереди сидит, и дальше в порядке отдаления. Мы стараемся пожелания учитывать, если нам заранее пишут, что там туристы пукачевают, это маленькие дети, то мы стараемся учитывать пожелания. Места у нас не могут быть закреплены, потому что у нас разные автобусы едут. У нас нету такого, что туристы пришли, и у них там первый ряд за водителем, ну, ладно, не первый, четвертый ряд за водителем, и они всегда там сидят, потому что у нас где-то едет большой автобус, где-то у нас едет микроавтобус на экскурсию, где-то у нас автобус забирает людей из, ну, какие-то маршруты, где это удобно и по логистике, где мы везем туристов из Калининграда, из Светлогорска на экскурсию, где-то мы их разделяем, поэтому места могут меняться, могут плавать, у нас на каждой посадке присутствует трансфер-гид, который встречает туристов, отмечает их в списке, чтобы все присутствовали, и сразу при входе в автобус он говорит, ваши места сегодня там третий ряд за водителем, четвертый ряд за гидром, и, соответственно, люди садятся на свои места, они сильно не меняются, то есть если туристы ехали в начале автобуса, они и будут в начале автобуса, но такого же фиксированного места ваше на каждой экскурсии, такого нет. Про трансфер мы уже говорили, при заселении туристов в отель, все туристы, которые приезжают к нам по туру, на рецепции отеля, в день начала тура до 12 часов получают информационное письмо. Акцентирую, в день начала тура, это значит, что если туристы заехали, у них топ-ночь заказана до тура, у них тур начинается 10-го числа, а они заехали 9-го числа, то информационное письмо они гарантированно получают 10-го числа утром до 12 часов. В этом информационном письме, информационные письма всеименные, на каждую семью, которая заезжает на каждую группу туристов, скажем так, или на каждого человека, если по одному едут, информационное письмо составляется отдельно, на имя, фамилию туристов, в нем указывается точное время и место посадки на каждую из экскурсий. Время, которое вы видите в программе, оно ориентировочное. Если написано, что экскурсия начинается в 13.00, экскурсия может начинаться в зависимости от места посадки, так как у нас несколько мест посадки, оно может начинаться в 13.00, в 13.10 или в 13.20. Время может меняться. Чтобы туристы не стояли, не ждали все это время, они получают инфописьмо. Там указано точное время посадки на каждую из экскурсий, которая входит в их ту. Там указано точное место посадки, это значит, там будет указано справа от дороги, или там с правой стороны дороги, или с левой стороны дороги, со стороны отеля или напротив отеля, потому что зависит от того, в какую сторону едет автобус. Для туристов, у которых заказан обратный трансфер, Светлана, я уже заканчиваю, подождите пять минуточек. Для туристов, у которых заказывается на обратный трансфер, там же, там также указывается время обратного трансфера. Если туристы заказывают дополнительные экскурсии на месте, то есть они уже прилетели к нам и решили заказать экскурсии, в инфописьмо они не вносятся, а мы туристам звоним накануне экскурсии вечером с пяти до семи часов вечера. Телефон гида мы не даем, мы даем телефон электронной связи, на котором находится сотрудник, который в состоянии ответить абсолютно на все вопросы. Абсолютно на все вопросы. Посадка в автобус по турам происходит в автобус, у которого на лобовом стекле всегда есть табличка «Янтарный край», название принимающей стороны, соответственно, люди не потеряются и смогут сесть именно в этот автобус. Вот кратко все. Я обещала задать... Виктор спрашивает про Черняховск. Черняховск у нас в прошлом году в программах был. В этом году мы Черняховск заменили на Гусев. Когда мы едем в Гусев, мы проезжаем через Черняховск, у нас текстовая часть, обзор из окна автобуса идет в Черняховск, но пешеходную часть программы мы в этом году не включили. Мы каждый год немножко меняем программу, в зависимости от того, что у нас пользуется большим спросом. Сейчас в Черняховске в этом году делают полномасштабный ремонт. Там проводят реконструкцию основных улиц, и когда это будет завершен, туда мы опять начнем возить экскурсии. Сейчас не возим, вот в том числе и из-за этого ремонта. Большое вам спасибо. Я обещала задать вопрос. Небольшие подарочки от туроператора. Кто первый ответит? Скажите, пожалуйста, где на территории Калининградской области находятся самые широкие пляжи? Администратор отеля вручает информационное письмо. Туристы подходят на стойку администрации и получают инфописьмо. Поселок Янтарный. Это правильный ответ. Нужно только успеть посмотреть, кто первый ответил. Лариса Плехова первая ответила... Нет, прошу прощения, Елена Крылова. Елена Крылова первая ответила, что Янтарный. Это правильный ответ. Янтарный, у нас самые широкие пляжи на территории Калининградской области. Самые шикарные пляжи. Елена, вам девочки напишут, как вам ваши подарочки получились. Большое всем спасибо за внимание. Так, для кого важно? У меня спрашивали про стоимость туров на Ольга. Ольга, Ольга, Ольга. Так, извините, я может быть... Да, Ольга, правда, Ольга, извините, пожалуйста. У меня просто там дальше было сообщение. Ольга первая была. Ольга первая. Ну, я вот, мне не очень удобно сейчас следить за чатом, потому что он очень быстро бежит. Сейчас, девочки, все, Ольга первая, все правильно, извините. Чат быстро бежит, не очень успеваю за ним следить. Большое всем спасибо за внимание. Я сейчас для тех, для кого это интересно, я сейчас по стоимости тура расскажу. Тоже у нас туров много. Продолжительности разные. Поэтому я сейчас минимальную стоимость расскажу на базе мечты. То, о чем мы говорили. Так, буквально одна секундочка. Нужно будет открыть свою программу. Смотрите, на базе отеля мечта у нас тур пятидневный, пять дней, четыре ночи, лето в Янтарном крае с экскурсионной программой полной. Четыре дня, четыре экскурсии входят в стоимость. Будет стоить 10500 рублей в двухместном номере, что, по-моему, весьма скромно. Ольга, вам сейчас, девочки, Анастасия пишет, что вам передадут вместе с прошлым выигрышем. Видимо, вы уже очень внимательны. Видимо, не первой. Сейчас, девочки, в чате отсветят. Четырехместный номер. А, кстати, да, вот по поводу размещения. Четырехместные номера, да, трехместные номера. Я не сакцентировала ваше внимание, что... Обратите, пожалуйста, внимание, что в отеле Дона в Калининграде, отель Три Звезды, размещение трехместное возможно третьим человеком только для ребенка до 14 лет. Спасибо большое. Мне очень рада, я очень рада, что вам понравилось, очень приятно. В Доне возможно размещение для ребенка до 14 лет, потому что там небольшой раскладной диван, взрослым будет некомфортно. Во всех остальных размещениях, трехместные гостиницы, трехместное размещение возможно и для взрослых, и для детей. Два плюс два мы можем разместить в лазуре, там двуспальные диваны, двуспальная кровать. Если в зависимости от того, какой комплектации люди, в универсале у нас тоже может пойти два плюс два. Мы можем в Пруссии два плюс два дать, там у нас четырехместные номера, они по стоимости будут так же идти, как трехместные. В Берлине там не очень комфортно будет размещаться, но там как бы это теоретически возможно, это все согласуется дополнительно, но там не очень комфортно будет размещение идти. В Академическое нет, там нет, там только трехместные номера, там именно три раздельные кровати. По побережью, в Ланвиле, там будет двуспальный диванчик, но он такой небольшой. Ну почти во всех отелях. На самом деле в большей части отелях два плюс два возможное размещение, и возможно будет идти к повышению категории номера на более высокую. Там где-то у нас трехместные на полулюксах идут, где-то у нас на стандартах идут, вот там где на стандартах можно повыситься на полулюкс, сделать небольшой пересчет, и там будет идти, причем не обязательно, что дороже выйдет, может даже дешевле на четверхместные на полулюкс. И там возможно разместиться два плюс два. Большое вам спасибо за внимание. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что было полезно. Если будут какие-то дополнительные вопросы возникать, пишите нам сообщения, будем оперативно на них стараться отвечать. Мы ждем, когда у нас закончится наш карлатин, и ждем вас всех в гости. Обязательно сделаем какой-нибудь рекламентур. Пишите девочкам в ту, и они нам будут перенаправлять сообщения. Всем удачи, всем отличного настроения, всем удачной переживки. Я, конечно, никуда не тороплюсь, но я думаю, что у людей, может быть, дела есть. Так бы я тоже не прощалась с вами. Мы будем ждать, когда закончится карантин, и когда вы сможете уже приехать и Калининградскую область увидеть самостоятельно. Мы действительно стоим того, чтобы с нами познакомиться лично. У нас очень здорово, мы будем вас ждать. Можете приезжать в составе тура, можете приезжать к нам лично, знакомиться, будем вам все показывать, рассказывать. Лариса, рекламники, безусловно, будут, но мы не можем ничего сказать по датам, потому что сейчас очень такая нестабильная ситуация. Нам нужно... Я думаю, что рекламный тур уже будет после сезона, потому что у нас закончится карантин, и мы прям в разгаре сезона уже окажемся. Он у нас в июне в лучшем случае закончится. Можете приезжать самостоятельно, будем вам по минимальному бюджетному тарифу все показывать, рассказывать. Можете подождать осенью. Я думаю, что осенью обязательно будет организован рекламный тур. Пока, к сожалению, более подробно по датам не отвечу. Всем большое спасибо. Спасибо за пожелания отличные. Мне было очень приятно с вами общаться, вам рассказывать все, рассказывать про то, что я действительно люблю. До новых встреч. Я надеюсь, что и лично мы с вами познакомимся, когда вы приедете в Калининград. До свидания. Большое спасибо. Продолжение следует...